Продолжение следует... У своего высшего я, у первоисточника жизни, за то, что я такую слабинку дала, и помочь мне вытащить, убрать все вот эти нерешенные вопросы. Я понимаю, я осознаю, что в этом есть и моя вина. Я никого не осуждаю. Не вина, ответственность. Давай говорить сразу правильно. Да, ответственность. Есть и мой грех, ответственность. Я это позволила, таким безобразием происходить в моем пространстве. Я хочу с этим разобраться. Я никого в этом не хочу винить. Если остались, если что-то еще осталось, что-то от Ильи, от этого цельнозора, если осталось от этого символа, который, кстати, я рисовала еще на эти наушники. Если что-то еще осталось, потому что уже сколько я от него чищусь, уже год почти, больше года. И до сих пор это все... Еще что-то осталось. Поэтому все, если возможно, все, что осталось, хочу вытащить, отменить и почистить свое пространство и пространство общее от всего этого цельнозоровского безобразия. Также хочу отменить все эти просмотры Тарасовского этого канала, отменить просмотры Надиного канала, всех этих видосиков так называемых. Ну, у меня... Единственное, я себя прощаю, и все-таки я себя очень люблю за то, что у меня есть что-то во мне такое интересное. Я вот так почувствую, я вот, я как бы такой звоночек. Что-то я почувствую, я тут же начинаю звонить. И тут потихонечку так, Вика, там что-то не то. То я капала за Надю, потом оказалось, что-то с Надей не то. То я капала за Тараса первое, потом высказала. То есть у меня что-то в этом есть, да. Поэтому я себя очень... Я благодарю свою душу, что я не совсем такая потерявшаяся. Но тем не менее хочу, хочу очистить полностью, раскопнуть все контракты, все незакрытые вопросы, все, что связано с Цельнозором и с его соратниками, там, с Тарасами, если что-то осталось от Нади, от всех, от них. Хочу вот все это отменить. Все. Полная вот эта баста уже надоела. Сколько можно уже надоело. Я уже сама от этого устала. Цель. Это моя основная цель. Признание своих грехов, ответственности и предательства моей души. Отменить все решения, случаи, где я пренебрегала конами жизни и вернуть энергию искру жизни. Постановить конгармонии и гормональный механизм в теле. Вот от чего пошло у меня вот это неприятное безобразие пошло. У меня что-то в теле, я так понимаю, что это что-то гормональное. Потому что я ем, то не ем. Много хочется вина постоянно. Без вина я в туалет, извините за выражение, у меня желудочно-кичечный трактор не тот. То есть это что-то гормональное. И вот я так подумала, гармония и гормональный вот этот механизм в теле. Я такое чувствую, что они очень рядышком. Кор и Моны. Если что-то осталось от Моны, от этого Ильи, который Мону стырил, все хочу отменить. Хочу полностью от этого избавиться. Я прям умоляю вселенную, пожалуйста, помогите. Я устала. Я вот, ну, уже слова меня писать. Я устала. Хочу запретить любое, во всех временах, на любом уровне сознания, подсознания, измерения, вторжения в моё, моих детей, священное пространство. Независимо, в каком я, мои дети, состоянии находились, насчитывание моего, моих детей, каких-либо ДНК. Любые домогательства, вмешательства в процесс моего, моих детей, очищения. Вот. Эти домогательства, они стали учащаться и стали просто невыносимыми. Я очень держусь, не жалуюсь, но всё-таки уже вот эти, мне уже, вот эти домогательства, я, они ужесточились. Сегодня этот сеанс хочу посвятить полностью от избавления, от каких-либо взаимоотношений с цельнозором. Хочешь найти те зацепки? Да, я хочу. За что они цепляются? Да, я хочу найти вот тот самый момент, самый первый, или вот все моменты, если можно, пожалуйста, вот где вот это, за что они зацепились, вот где-то я какое-то приняла решение, как-то повелась. И вот найти вот эту зацепочку, вот этот крючок, за что они так, кольяно цепляются. Мало того, да. Хорошо, Виктория. Найди в эфирном пространстве, эфирное тело Аллоа. Один, два, три. Так, я ее вижу, энергосфера у нее светится, но пробита сверху, там где седьмая чакра. И вот здесь, где-то от плечей, вот такие какие-то два угольники на голове. Сейчас я смотрю, вот это, что я видела, как такая, как летающая тарелка, и я вижу там с правой стороны, как три отверстия, и в этих отверстиях как три шара. Тянется в сектор магии. И вот она показывает руки. руки какими-то такими связаны, как прозрачные какие-то пута и тянутся в сектор интерферента. Хорошо, Виктория. Давай посмотри, эфирная ДНК, эфирная ДНК, алло, алло, это... Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней и для нее. Да, она разрешает. Так, с чего нам начать? Что больше тебе мешает? Мне ничего не мешает. Что выходит на первый план? Выходит на первый план сектор магии, и там слышу утилиты. Утилизировать. Тянется к сектору принятия решений. А там какое-то все черное считывается, вот как-то как болото, утилиты. И вот такой портал, который открыт. И оттуда идет такое какое-то странное свечение. И там какие-то люди находятся, какие-то фигуры. Так, этим фигурам, которые там находятся, я приказываю проявиться. Я вижу, что появляется вот такой, как будто вырезанный из бумаги, из черной, как язык. Оно считывается как язык, но он такой какой-то искусственный. Это программа. Он вот так, вот так балампается. И такой же язык у Аллаа на уровне второй чакры. Он вот так, между второй и третий. Вот так он тоже, там вот так вот, как будто ветер шевелит. Так, это программа там, да, язык вот этот. Да, то есть я вижу, что это, ну, в ее пространстве это как зацепка. А в секторе магии, когда я на это смотрю, я слышу утилит. Вот этот язык. Хорошо, я приказываю хозяину этой программы проявиться. Я вижу, как черная фигура вытаскивает, так как будто бы за горло. Слышу моно с такими огромными глазами. Как будто бы повылазили глаза, вот такие огромные. Но они такие, как пожеванные. И когда я смотрю на них, то оно тоже звучит утилит. Это вот это на глазах. Эти импланты, да? Утилит. Это программа утилизации божественных душ. А вот сейчас я посмотрю. И там я приказываю этой черной фигуре проявиться. Приказываю этой фигуре проявиться. Я вижу, что он в тельняшке, но одел какой-то галстук. У него галстук, который тянется в сектор интерферента. На шее галстук завязан. Борода появляется. Я вижу, что шея вытянута и за бороду тянет в сектор интерферента. Илья. У него тоже такие же на глазах импланты. То есть такие вот эти глаза, которые считываются утилит. А этот язык. Считывается демонстрировать ложь. Проявлять ложь. Виктория, а вот эти утилиты, как они работают, эти программы? Программа утилита. Сейчас я посмотрю, как они проникли в пространство. Алло. Угу, посмотри. Я снова вижу, как ее кто-то усаживает на стул, на котором такой идет как стеклянный стержень. Ее вот так прям хочет прикрутить. Надя заставляет, я слышу, послушаться, послушать. и там есть вот принятое решение. Считывается от Нади должное. Что-то она с Надей должное и отдают. Так, спросила, что она, что это за должное? Она говорит послушание. и я вижу, что в секторе магии, ой, интерферента в этой стороне, возле правой стороны. Угу. А Луа как будто бы нагнулась во рту, держит черную ручку. Подписывает контракт, а сама сидит как на корточках и головой вот так очень внизу, прямо вот так. Так, что это за момент подписания контракта? Давай посмотрим, что происходило в этот момент на физическом плане. Я вижу, как сидит АЛуа. У нее много негативных программ. она черной энергии есть. А Надя программа в ней так работает. А в Наде такие считываются насильственные программы. Она подходит и показывает в экран. Считывается, показывает на утилит, на утилизацию. А вот так вот пальцем указывает в экран и от пальца вот такой как портал пошел именно к этим людям. Моне с Ильей. И она подписывает контракт. Вот это в зубах держит. Она подчинилась лжи. Я вижу, что у нее во второй чакре, но это вот так где на уровне матки между второй и третий чакре. Снова вот этот язык появляется. Ну ладно, потом посмотрим. Сейчас смотрю, какой контракт. Я снова слышу отдать должное. и я вижу какой-то момент, что Алла с чемоданами. Вот она куда-то идет с чемоданами. Так. Что это за событие? Спроси у Алла куда она идет. Она вот так идет вниз, я вижу, и там считывается дом греха. Что это за дом? Сейчас я посмотрю. И она там садится, вот как этот сидит помет. Вот так она села, два чемодана, один тут, один тут, и как бы села на этот вот как черная пирамида такая. Я вижу, что в ее пространство как будто бы слева и справа втыкаются такие провода. в сектор магии, в сектор интерферентов, и я вижу в секторе магии она вот так рисует круг, открывает портал, открывает портал доверия, и вот она показывает из сердечной чакры вот комок черный, то есть она поверила, то есть не себе, поверила Наде, поверила Илье, и так, а что у нее с чемоданами там, а она поехала, я слышу Львов, это тот момент, когда она решила поехать во Львов к Наде. Где это ее решение, когда она решила поехать? Ее решение находится в секторе интерферентов. Кто в секторе интерферентом приказывает проявиться? Там появляется вот эта сущность на длинных ногах и так смотрит туда-сюда, туда-сюда, а у него под ногами лежит какое-то что-то лежит, переливается, что это лежит? Алла говорит, что это ее божественный дух, сила, говорит, сила ее мысли, сила намерения, вот эта энергия считается буквально заправляющая идеи, ну как бензин для автомобиля. так, Виктория, эту часть души или потенциал в какой момент Алла потеряла? Я вижу вот этот черный язык, который у нее вот так треплется на уровне второй чакры, скажем так, я вижу, как ее домогается кто-то черный, черная энергия имею ввиду. вот сейчас я посмотрю, что это, и там такой как дзынь, она говорит первый брак, первый, сейчас, а, тот момент я вижу, когда она забеременела, чужой, чужой муж, он из сектора магии, связанный с сектором интерференда, он очень страшен, он считывается как людоед, то есть в нем вот эти энергии людоеда, то есть он, а, вот оно, что людоед, это потребитель человеческих душ, так, я спрашиваю, хочет ли Алла отменить этот момент, какая же там ложь произошла, давай посмотрим, я вижу, что в том моменте он принимает роль мужчины, ее мужчины или бога, творца, он становится по отношению к ней с левой стороны, ну, если от меня смотреть, то с правой, а с ее стороны это с левой, то есть правая сторона, это символизирует правильное, и защиту первоисточника, потому что роль мужчины это защищать, а роль женщины это как хранительница божественных конов, или, скажем так, семейных ценностей, и он занимает роль, он что-то говорит, что он ее как бы навеки, он ей обещает как бы что-то, защиту и все такое. Я вижу, что происходит подключка, она поверила ему в эту ложь, на что она согласилась. Насчитывается потерять себя, терять достоинства, идти как-то, идти как будто бы кто-то зовет, вот там с сектора интерферентов, а она вот туда идет, 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 и буквально этот мужчина, он как будто эти энергии, которые в нем работают, он ей как будто бы приказывает, а она смотрит вот так и выполняет, и идет все дальше, дальше, ниже, ниже. Когда я вот слежу за ней, то там она идет, я вижу, лежит как в гробу, и она идет как потеряла функционал, потеряла себя, потеряла энергию, вот этот дух святой, скажем так, энергию, вот это воспроизведение самой себя. Хорошо, спасибо, видит ли она это ложь? А, вот эти проявились, да, видит, проявились эти чемоданы, они раскрылись, то есть она сама в этих чемоданах принесла свое добро. хорошо, спросила хочет ли она отменить этот связь с тем мужчиной, с кем она была ее беременность, и отменить все эти решения связанные с прогибанием его ложь, и пусть она отменит это, так как она сейчас считает нужным. Да, она видит и считывается, что он как будто бы ей что-то на каком-то подсознательном уровне пообещала дно, то есть защиту, она так и звучит, защиту, но на деле он постоянно, вот я вижу, как она беременна сыном, а он постоянно набрасывается на нее, чтобы она убила ребенка. Я ей, вот она смотрит, я говорю, чтобы она сейчас отменила этот момент поддаваться этому насилию, этому домогательству, и она вот так встает, а он буквально как будто бы набросился на нее, как какой-то кошак, как дикий зверь, и она встает, и я вижу, как она отрушивает себя эти, как энергии темные, и я вижу, что вот как в двух чемоданах, то есть она в левой и правой руке несла, то также в секторе интерферентов она нас забирает свои вот эти частицы души. Хорошо. Хоть прикажется этому мужчине, чтобы он забирал его же руками все догомогательства, ложь, обман, и пусть корма отдают. А, вот что в двух чемоданах. В одном чемодане это ее душа, в другом чемодане душа ее сына. И я вижу, как она берет вот это ребеночек как внутриутробно в этой такой мешочке в пациенте. Она его вот так берет и вот так переносит в сектор первоисточника, первотворца в будущее. В будущем она его рожает без этих крючков, без зацепок. И я вижу, как карму получают он, и я в сектор магии, как плюхнет черная энергия. И вот так задрожало какое-то решение. Я вижу тот момент, когда Надя обращает внимание, считывается, приказывает ей отключить разум. И сейчас я вижу, как алуа, вот эти штуки, которые вот здесь были. Так, что это такое? Что это за фигуры какие-то, да? Да, как два треугольника. Когда я присматриваюсь, то я вижу, что там это спираль, считывается волнорез, разрезает энергии, волны разрезает. А, это вот слышу, как Мона рассказывает, как она колдовала там по этим пространствам летала. Но это по пространствам человеческим. Она там рассказывала, что по Вселенной это так они разрезают человеческие сознания. И вот эти волнорезы, они не просто разделяют сознание от подсознания. И я вижу, как Алла вот так как ухватится за живот. И там проявилась черная энергия у нее под рукой. И она вот так вытаскивает. я вижу, она вытащила как буква эс. Ассидывается спирит, дух, дух, дух магии. я передаю, чтобы она очистила все свои чакры от лжи, насилия, чтобы она отказалась в том моменте слушать Надю, подчиняться ей, и приняла ее собственное решение. я вижу как вот эта штука уходит из головы. Так, и там эти три шара. Давай посмотрим. Вот один это энергия, это зацепка вот идет во вторую чакру. Я говорю, чтобы она убрала вот эти все зацепки, где она верила в ложь, где она сама подчинялась лжи, сама лгала. Пусть она очистит все ее пространство от энергии лжи и восстановит целостность всех своих энергоструктур. второй шарик, это вот третья чакра. Сейчас я смотрю. Так, это идет как взаимодействие трех направлений какие-то направления. Первое это считывается как вселенная, первотворец, первоисточник. потом она показывает вот так тело. А, душа, тело. И она показывает вот так на голову. Сознание. Сознание. Я говорю, что у нее с сознанием не так. Я вижу, как смотрит на седьмой чакре черная энергия. она ее берет и так выжимает как веревку, выкручивает и что-то там какая-то капля. Так, что это у нее за подключка к седьмой чакре? Так, подожди, пусть она сейчас это еще один шарик остался. Ага, давай вернемся к этому шарику. Он, я вижу, эти у нее вернулись. То есть, это ее энергия была. Вот сюда, сюда, а третий вот еще, то есть, в двух чумоданах у нее было это связано. Еще какой-то третий шар, еще какая-то энергия находится в секторе интерферентов. Так, я приказываю всем интерферентам проявиться. Приказываю всем интерферентам проявиться. Так, вот этот длинный шарик богомол считывается, энергии есть богомол. Спасибо. Потом слышу шарики, шарики, какие-то шарики. Так, когда он подключился? В сектор магии идет подключка. Так, это в секторе магии приказывает проявиться. слышу мона и вижу вот этот язык, как она трещит. Сзади нее, как обычно, стоит эта черная энергия. Илья, вижу экран, его бороду и вот этот богомол, этот везиву. Он как бы направление ей показывает. А она там творит, типа создает вот эти спирали, разрезающие пространство. Так, нужно спросить, что они делают. Эх замораживаем? Угу. Так, хорошо. Приказываем Вильзеволу отвечать. Что он делает в пространстве Алла? Приказываем отвечать. Хорошо. Он говорит, что он ищет в ней ее сенсорику. Приказываем отвечать. Сенсорные связи. Я вижу, что он работает через монус Ильей. И они ищут сенсорные связи. Приказываем Вильзеволу отвечать. С какой целью он ищет эти связи? Он вот так вот эти энергии идут утащить, утилизировать, раздробить, раздробить. Я вижу, как всех референтов. Вот этот один шарик разбивается там на тысячи маленьких. Это как осколки души. Создание орудия возмездия. Я вижу тот момент, только оно не так сработало. Когда я себя очистила, и Алла стояла, стучала мне, как в дверь стучат кулаком. Буквально кричит проснись, чтобы я обратила внимание, что ко мне добрались. А их замысел был, что взять вот этот один осколок, и чтобы она была как орудие возмездия в руках Вильзевула. Так. А как вот это орудие возмездия? Как оно создается или проявляется? Каким образом они пытались насилие? Ну, когда ты это спросил, то я увидела вдруг в секторе магии находится Тарас с Аней, и у них вот в этом, где третий глаз, такие вот черные сердечки. Как вот эти поцелуи черные, это вот такие сердечки. И от них идет сектор принятия решений к АЛОА. Тоже такие как камешками выложены, как будто бы черные, черные, как будто бы какие-то кристаллы черные. Какое воздействие эти кристаллы на АЛОА. Ну, я вижу, что она сидит где-то в кровати в себя, вот так сидит, что-то кушает и смотрит в компьютер, наверное, вот так, как будто бы в лаптоп смотрит. Так, сейчас я посмотрю, куда она смотрит. Я слышу, что создание меридиан сознания считывается, что смотрит фальшивку подделку. Так, в этот момент вот эти черные сердечки попадают в ее пространство. Ну, это не, они не попадают, а возникают в ее сознании. Угу. Так, а на что она смотрит? сеанс. Ани и Тараса смотрят сеанс. Она считывается как фальшивка, подделка, подделка реальности. Угу. и у нее я вижу, как это сердечко тоже появляется в третьем глазу. а что это за сердечко такое? А, вот оно, что. Это я вижу тот момент, когда Мона, он ее так, ну, Илья перепрограммировал Мону таким образом, что она буквально ее рвало от чего-то хорошего. Вот она, пьет. То есть это любовь к злу. Угу. Перенаправление, переформатирование сознания. Я вижу, что Алла это отменяет этот момент. Я вижу, она вот так вытаскивает эту подключку. Угу. И перенаправляет свое считывается воображение к первоисточнику. Угу. Выходит с этого и достает вот этот третий шар считывается осознание. Осознание мироустройства. И так, а есть ли контракт у нее еще какой-то? Спроси, Алла, есть ли у нее контракт какой-то с Вильзиулом или с антимером? Она говорит, что есть. Сейчас я ей говорю, чтобы она поднималась повыше и отсоединялась от всех этих подключек, чипов, имплантов, отдавала карму, приказывала всем забирать, восстанавливала ее чистое сознание и восприятие мира таким, каким оно есть. Я вижу, как уходит этот имплант. Да. Я ей говорю, чтобы она очистила все ее... частички души соберет в целостность. И она там собирает, вот как в корзинку собирает. Я ей передаю, чтобы она вернула только то, что ей принадлежит, а все взаимодействия исправила, все подчиня... Когда она подчинялась злу, пусть она это выпрямит, вот этот символ, что как раскручивает, становится прямыми такими нитями, восстановит целостность своей души, духа, чтобы она вернула себе ее истинное значение и поднималась вверх. Сейчас ее энергосфера сияет, она как солнце сияет, и я ей передаю, что она уничтожала все эти энергии. Я вижу, что от ее будущего в секторе миссии идет такая шлейф черный, в сектор интерферентов. Так, кто находится в секторе интерферентов, приказываю проявиться согласно эфирным ДНК. Вижу такой спрут на спруте, как жук, на жуке на наездник. спрут бегает, как будто лошадь скачет туда-сюда, и это все это в секторе интерферентов, в секторе магии стоит какой-то силуэт, который этим спрутом, с этим жуком, с этим наездником как дирижирует, как будто у него кнут такой длинный. Кто это с кнутом такой, приказываем проявиться, согласны его физическим ДНК? Это Илья. Я вижу его, и я вижу Сталина. Он считается как соборник, собирать, какие-то гниющие энергии. Сейчас. А, утили, утилит, вот он утилит, собиратель гнилых душ, гниющих душ, те, которые идут на утилизацию. утили, Ясно. Так, что это за подключка у АЛОА? Этот шлейф. Когда он образовался, это подключка. Пусть АЛОА покажет. Так, сейчас я вижу у нее имплант на правой ножке, такой как носочек от туфельки длинный поделался в сектор интерферента там я вижу какая-то история идет девушка средневековье платье вот так под грудью как татьяночка длинная на голове какой-то рок черный такая штука шапка такая что ли и на этом раку ну какая-то вот это какая-то прозрачная вуаль она идет она идет к человеку он насчитывается рыцарь он возлежит на таком чем-то но что интересно у него вот так правая нога выдвинута вперед и она берет и ему снимается такой длинный сапог с ноги а у него какие-то рыцарские доспехи и я вижу она берет сняла этот сапог какую-то энергию положила себе как будто бы в области печени считывается как родовое проклятие родовой код вот демиурга и подключка от этой штуки тянется в сектор магии так что это за человек этому человеку я приказываю проявиться согласно физическим днк на тот момент секторе магии появляется сейчас я слышу шекспир человек такой длинноватый я не помню как он выглядит но я вижу что там находится вот этот рыцарь это кто такой я ему приказываю отвечать кто он такой но я знаю что шекспир это писатель но я вижу что она считывается как создатель я вижу что он стоит и рисует он вероятно солгал счет шекспира я приказываю ему назвать его истинное имя приказываю ему отвечать каково его истинное имя и сейчас я вижу там сидит человек пальцем вот так в книгу как будто пишет что-то она подходит и показывает вырывает оттуда какую-то энергию и разворачивает как контракт сейчас нужно разобраться кто этот человек кого мы знаем хорошо приказываем отвечать как его зовут кого мы как его как мы его знаем как его зовут илья так что это за контракт появляется а он считывается я слышу пророчества куплеты но вот это шекспир идет то есть он как бы это обман почистим викторию пространство тоже от всех блоков на снятие магии колдовства всех защит считывание информации уберемся иллюзии зеркала и скажи насчет рейды произойдет 123 так это черная энергия ушла я четко вижу слышу леонардо да винчи он стоит и рисует все распосит лена вот я комнату вижу много инструментов комнате и я вижу он рисует он рисует а луарису я вижу у него в этой комнате возле него обнаженный парень лежит как будто возлежит считывается в позе натурщика он вот так лежит и как-то руку поднял вот так палец как будто бы вот так палец вот здесь этот обнаженный парень а здесь вот так это барышня с этой штуковина черной на голове то есть она в таком одеяние красивом но вот это черное это вероятно какой-то считывается почему-то рок изобилия у нее вот эта штука на голове он еще рисует так я сейчас увидела как он рисует мону лизу то есть он энергии так надо спросить сейчас я посмотрю зачем я вижу что он вот так как будто бы такой от одного центра внутри там где он стоит его лицо и тут такие дуги много короче и длиннее короче и длиннее и там тоже такие шарики в этих шариках очень много пиц женских и я вижу что но считывается что он собирает женские энергии вот так и соединил вот этих женщин которых он рисовал своей собственной энергии то есть он собрал от этих женщин считываются они как жрицы почему-то жрицы служительницы то есть они и я вижу эту какую-то странную картину странные энергии работают в этом всем потому что этот парень лежит разлегся этот натурщик всю свою красоту вывалил а женщина стоит в одежде и она он ее рисует таким образом что она смотрит на принадлежности этого натурщика и она возбуждается и вот эту энергию как раз улавливает этот леонардо для того и я вижу что у него в комнате находится очень много разных предметов я вижу вот эти предметы которые сняла а луа они вот так и считывается как подпорки как подпорки для это и этого импланта который у нее был на голове я вижу как черные энергии и буквально хватают связывают но на подсознательном уровне эту девушку она хочет вырваться ей неприятно это все с одной стороны но с другой стороны она стоит и позирует ему она стоит и позирует энергия от ее сексуальной чакры утекает энергия от сексуальной чакры утекает прямо как пулькает как фонтаном вот так все утекает рассчитывается там кровь сознания и а вот этот рок изобилия черный растет растет разбухает и создается эгрегор сейчас я посмотрю куда она все вот это все хлыщет эта энергия посмотри викторию куда эта энергия где она собирается я вижу насчитывается одно я вижу что там алла стоит вот там где она принесла вот эти два чемодана а третья энергия еще там было что это за место она считывается дно вот такой черный диск и она стоит и вот так смотрит на эту энергию которая смотрит на нее а это ее ее потерянный мир потерянный ее потерянная гармония считывается как рай потерянный рай вот и в этот момент такой свет пошел от сектора первоисточника и она так смотрит я я спрашиваю почему она стоит и вот это все терпит когда этот художник ее рисует что он вообще делает зачем она уже осознает я вижу как она этот рок который не изобилие а это имплант который забирает изобилие и она вот так снимает и отдает этому так контракт у нее есть посмотрим контракт пусть она покажет этот контракт на что она согласилась она говорит что я слышу я стою и смотрю и у нее взгляд вот так прямо к этому письмену ну этого натурщика а он как любовник считывается любовник этого леонард да и я и она так вижу что но все на вместе идет она собирает свою энергию то есть получается что вот это монолиза собирательный образ он собрал энергии с многих женщин и свою туда вложил и я вижу как алла забирает свою энергию со всех вот этих с этой это как ракушка почему-то считывается это как это скажи вот это называется гармоника так как на утилус понятно золотое сечение золотое сечение то есть он внедрился считается что это душа золотого пространства это и есть вот превращение энергии мысли в материальные вещи благо и события то есть он украл энергию творчество я вижу она отказывается а что она взамен получила а взамен она получила считывается вот этот рог изобилия он вот так выгнулся и потек сектор магии в секторе магии это все энергию сьи пьют эгрегор потерь денежных потерь соблазнов и считывается как перевоплощений и она снова берется солнечное сплетение и вытаскивает такую как лезвие я вижу она вот в том моменте эта девушка берет этот сапог сняла а сейчас у нас его что-то вы трусила это нога как костяная нога у бабы я вот я сейчас увидела его лицо портрета леонардо да винчи этот рыцарь так я нарастилает контракт ее миссия забрать она говорит душу золотое сечение золотое пространство так она золотое пространство что это за пространство виктори она считывается в глубине души это как-то я не понимаю конечно как она короче вот как золото самородок да вот это я вижу сейчас постараюсь объяснить ну например медь там нужно выплавить железо там из роды золото она уже готова и самородок самородок то есть она уже прошло все этапы воплощения и уже в готовом виде вот это золотое сечение и золотое пространство превращение мысли энергии в материальные блага в предметы события это вот он украл я вот вижу какая-то шапочка этого с пером леонарда я вижу что она берет это эту программу откручивает у этого любовника от него сюда выбрасывает снимает вот эту она подчинилась волю этого как будто бы сняла ему сапог это символ на самом деле таким образом как бы позволила этот сапог который забирает хитрый код сапогах энергию вот одеть себе на я думаю что таких шапочках не ходили это эти масоны вот это рисовали специально чтобы навязывать эти программы одобрить чтобы люди смотрели и одобряли вот эту моду они уводили на самом деле это все так и идет реклама этих программу течек энергии это как вот эти ведьмовские шляпы с конусом чуть загнуты только еще длиннее да и я вижу что идет какое-то отношение здесь в этой ситуации это вуаль которая висит на этом так а это вуаль она и иззади висит и на глазах как-то не видеть и и черные глаза то есть импланты и я вижу когда он смотрел на нее когда он ее писал то он буквально считывал ее эфирная днк что он зациклил я вижу что произошел вот этот треугольник у леонардо с его заднем место под ключ как заднему месту этого любовника у нее взгляд энергетический был направлен на его этого хозяйства таким образом произошло утечка вот этой сексуальной энергии да очень интересно так контракт второй стороне контракта самому главному и приказу проявиться я вижу у нее появляется муж который получил деньги золотые монетки золотые монетки он нас заказал он получил он посчитал деньги то есть получается но художником платят деньги а тут получается что ее муж получил деньги от этого художника пошли деньги к этому мужу и я вижу что в этот момент когда он фактически и и продал этому демону то у алла прорастает вот вот нашли наконец вот это помнишь я говорила что надя как будто бы усаживала ее на стул а там такой я как треугольник на ступа и вот она это этот черный рог и и буквально как бы раз раздвигает ей ноги то есть раздвигает сознание и подсознание буквально разрезает и проникает в это самое и образуется вот этот имплант который вот так как язык трепещет и она получает имплант вот черные глаза так а что это за событие когда этот муж продает ее если зацепка когда алла этому мужу поверила или поддалась чтобы она пошла к этому колдуну но я вижу считывается кольцевание то есть они они женаты и она мужу подчиняется муж работает на интерферента он как идет как предатель также не просто предатель он считывается как член картель и какой-то организации так хорошо виктория к этому мужу мы вернемся давай закончим с этим контрактом с леонардо разрешает писать с нее как будто бы я вижу как будто бы слизывать информацию энергию отпечаток да да и вот этот имплант она получает и подключку сексуальную чак рассчитывается домогательство хорошо спросила видит ли она что произошло при написании этой картины и решение пойти к чему привело то она видит я вижу что вот эти черные глаза но не цвет черный а энергетически вот так она их вытаскивает и у нее блеснули такие как голубым светом ее глаза хорошо пусть она своим сознанием зайдет тот момент когда она решилась идти на писатель портрет отменит свое это решение покажет тебе как она это делает я вижу что она вот так держит и она вот это открывает и она отменяет женитьбу с этим человеком вот это вуаль это как свадьба за цену и она отменяет свадьбу аннулируется а вот это событие списание и и энергия вижу разваливается этот весь план и ракушка вот это музее это картина я вижу кто-то на нее так энергию какой-то плюхнул и пошел огонь то есть карму она дает я вижу она снимает этот рог и одевает на это леонардо леонардо и снимает с рук вот эти прозрачные фото поднимается вверх как ангел я и говорю чтобы она проверила все энергетические центры а вот глаза и запрещает считывание и и эфирная эфирного днк в любых пространствах временах прошлом настоящим и будущем во всех плоскостях измерениях и она вылетает вот там где был этот черный такой открылся фрактал и она полетела и пришла к такой двери таком как в будущем и она эту дверь открывает и выходит светлое пространство я и говорю что за ней потянулся шлейф пусть она посмотрит и я вижу этот шлейф вот так сзади как она вот как в одежде в этой шлейф тянется и как будто бы черным горит по спине и она снимает так из шеи а это у нее плащ такой черный выбрасывает вот этот плащ она считывается как реконструкция событий будущих событий то есть я вижу она потянулась сектор магии и я вижу что все вот эти мероприятия которые делались на протяжении веков когда перевоплощался перевоплощались вот эти демонические личности и в этом воплощении моно с ильей то же самое делают то есть проникают в чужие пространства и там ищут вот эти зацепки чтобы предотвратить расторжение контракта расторжение контракта я и передаю чтобы она расторгла все контракты с этим визе фула со всеми со всем антимиром 7 икон так и я вижу что она делает она что-то одевает как сапог на левую ногу а сапог у нее сейчас я посмотрю что это я вижу это вот считывается как рок изобилия я и говорю чтобы она сейчас проверила чья эта энергия она говорит что это ее потенциал я говорю чтобы она поставила фильтр и вернула только то что соответствует ее истинному первичному коду жизни при сотворении мира когда она впервые была сотворена чистым творцом источником жизни гармонии процветания так я вижу что она это сделала энергосфера увеличилась а какая-то энергия как будто такой рожок рок он так возле ее левой ноги но он отстал такого желтоватого цвета коричневатого я ей передаю чтобы вот под ключ как про к левой ноге большому пальцу чтобы она нашла крючки все и зацепки когда она начала терять свою энергию то есть она покажет самый первый раз когда вот это подключи к этому пальцу появилась у нее вот она показывает вот как она стояла там я и говорю чтобы она приказывала этому илье леонардо убирать все действия здесь ложь и этому тоже позирует кто тоже чтоб убирал все его воздействие так приказывает тем выбирать все чипы план то программы импланты отдают им карман что интересно да и и энергосфера стала золотого цвета рассчитывается как гармония как восстание ну смысле восстать воскреснуть вас я и передаю чтобы она забрала проверила всю ее энергию все частицы души со всех этих портретов со всех получилось вот так потому что он вложил смешал эти энергии со всеми этими девушками которые там по ему идет число 22 собрал перемешал собрал вместе энергии перемешал и получилось в каждой из этих девушек 22 энергии чужих так и все эти энергии вместе с его энергией всего днк в этом образе мона лиза ясно рассчитывается дьявольский лик понятно и когда я смотрю на этот портрет то я вижу то кто эти девушки виктория которые это не демиург но ты не перебивай меня я смотрю на мону лизу я проявляется лицо демиурга демиург считывается энергии и рептильные и вот эти все все и этого ведь зевула вся их система считывается как концерн организация ну как мы говорим какая-то масонская то есть закрытая какая-то организация виктория кто это еще эти 21 21 девушка который там имеет эфирный днк в этой картине кто не такие девушки девушку них рисова есть те которых мы знаем есть я вижу вида вижу гону аня так еще кто то есть но все придут по очереди а не хочу вторгаться в пространство она как зеркал как зеркала вот а хорошо очищая пространство очищаем от всего чужеродная все чужеродная аннигиляция поднимаемся вверх закрываем портал и сейчас я смотрю на алла и я у нее светится вот так вот этот третий глаз но какой-то черное там как будто бы поедена седьмая чакра не нужно ее восстановить и я говорю лишь чтобы она нашла внутренние резервы и восстановила целостность ее энергетических всех ценах и разрушила всю магию в ее пространстве наполнялась светом жизнь и гармонии процветания вернула себе весь потенциал со всех мест где она теряла и восстановила баланс я слышу то уходит считывается как утилиты то есть едина эта энергия все уходит и передаю чтобы она отдала карму вот и вот это шлейф к ее будущему он вот так падает уходит я вижу как в секторе миссии в секторе будущего такой как принц ангел такой и и берет вот так за руку она нас как будто бы выходит она его встретит родственную душу да я слышу а тогда спросила все ли мы сделали для нее на этом сеансе да и она показывает как она разрыв но разорвала вот эти пута руки показывает показывает спину вижу крылья есть еще что-то нужно чем нужно работать но главное чтобы она сейчас вот эту цель поставила я ей говорю чтобы она сейчас просканировала все ее пространство и удалила вытолкала все что ей не принадлежит все чужеродные энергии она светлая чистая душа и достойно всего самого лучшего пусть никого не слушая грехи грехи вот это слово я слышу вот я вижу вот эти энергии черные у нее в голове грехи то есть заниженная самооценка вот это навязанные идеи вот именно через сложные ситуации в жизни вот навязывание вот это чувство вины вместо чувства ответственности я и передаю что она ни в чем не виновата пусть она приказывает этим рассчитывается волновым предателям а кто это такие приказываете волновым предателем проявиться я вижу проявляется ее мать она буквально топчет ее как будто бы сапогом бьет затаптывает в этот как в грязь вот оно что я ей говорю чтобы чтобы алла отказалась принимать материнские родовые программы а звучат как проклятие она ни в чем не виновата пусть эти все интерференты забирают все эти программы я вижу как она вот мать освобождает части души матери с этих ситуаций и подключка уходит вот так от головы вот это все уходит и подключка с 3 чакры и солнечного сплетения и передаю что она сейчас это все выталкивала и очищала свой механизм превращение самых чистых светлых идей материальные благо чтобы она вернула свое благосостояние неприкасаемость объявила о своей суверенности во всю вселенную хорошо то есть передаст информацию о своем освобождении о том что я вижу что с нее как маска какая-то уходит она начинается еще больше светится до шум порядок слышу имя и его избранник уже второй раз только это нужно быть осторожным потому что это может быть имя с прошлого воплощения ну хорошо виктория это поднимаемся все максимальный вверх наполняемся энергией жизни и гармонии процветания любви достатка и благополучия а ты сказал это ну ладно все тогда вижу свадьбу все все прекрасно все тогда сова отращаемся виктория проверяй свое пространство замороженная ситуация на аннигиляцию все чужеродное чужеродная аннигиляция портала закрывай хорошо виктория я посчитаю от 1 до 3 ты вернешься в физическую реальность где с тобой разговаривать будешь себя чувствовать великолепно 1 2 3